Не знаю, насколько был важливый Вороненков как святок, но моя думка, что его прибрали не потому, что он что-то аж таке знал, потому что Януковича лично не знал, про какие-то коррупционные схемы, особенно Путина, я не думаю, что он был человек того уровня, который имел до этого доступ. Я думаю, его прибрали Кремль, я уверен, что это... Андрей, давайте тогда сразу уточним. Вороненков действительно сложно его представить ключевым свидетелем, да? Я хочу это сказать. Почему на этом наставить и наш генпрокурор, и наш президент? Ну, это уже инше питание. Я хотел сказать, что я думаю, что дело не в том, что он владел какой-то информацией, а дело в том, что Россия делает так всегда. Они показывают для своих, что не дай Бог, вы рипнетесь, не дай Бог, вы начнете делать так, как мы считаем, что вы будете делать, как зрадники. Мы будем вас знищивать. В любой точке света вас никто не защитит, мы будем просто вас вбивать. И нас даже не цікавит, насколько вы важлива фигура, насколько это будет на нас падать тень подозри. Нас это не цікавит. То есть, они просто ведут такую террористическую войну против всех людей, которые так или иначе от их стаи. Это был, можем вспомнить, случай с офицером ФСБ Литвиненко в Лондоне. Это было много других случаев, когда за кордоном знищили таких людей. Я думаю, что это элемент именно такого залякувания, прежде всего для своих. И показывает возможности их спецслужб, в частности, в Киеве, которые себя тут почувают легче, возможно, даже, чем, ну, тяжело себя выявить. Может, в России им даже больше там бывают. Вот что следовало из вашего первой части ответа, Андрей, что мы являемся полигоном для той же России, спецслужб России, любой другой стороны мира, но у нас есть масса правоохранительных органов. Резолюющая часть, что и випадок в один день, то, что происходило в Харкове на наибольшем складе боеприпасов, который был в безусловии близко к зоне боевых действий и российского кордона, вбивство в центре Киева, который организовали ФСБ, это говорит о том, что наши спецслужбы сегодня должны заниматься безопасностью Украины не бизнесом. Президент, уряд должны заниматься не бизнесом, не схемами, а должны заниматься сегодня одним – безопасностью Украины. Потому что это сегодня задача номер один. Пята колона прекрасно себя почувает, не ховается. Представники пятої колони сидят в парламенте, сидят в силовых структурах, сидят на ключевых посадах. И сегодня никто не занимается борьбой с Семьявичем. Диверсийные группы, их нелегальная резидентура в Киеве почувают себя прекрасно, взрывают наши склады. Мает быть стелевая метла, которая сегодня должна виметать ворожую агентуру с нашего тела. Пока мы не наведем порядок в телу, мы не сможем победить на фронте. Это сегодня задача номер один.